АЛЛАТРА КНИГА ИЗМЕНЯЮЩАЯ МИР Анастасия. Да, такие своеобразные каменные книги, нанесенные на скальных породах, каждая размером с футбольное поле, ученые находят и по сей день. Например, на скальное изображение Петроглифы на Белом море, город Залавруга, Республика Карелия, Россия, или шведском Немфорсине, в провинции Онгерманланд, или Танума, в Бохуслене, или в предгорьях Центральных Альп, долине Валькамоника, Италия, или надписи африканских бушменов в Драконовых горах, или рисунки горного плата Та Селин-Аджер в Сахаре и так далее. Ригден. Совершенно верно. Позже символы стали чаще использоваться в более мобильном варианте в качестве оберегов как постоянное напоминание о двоякой природе человека, о главенстве духовного. И надо отметить, что они наносили сознанием дело. В частности, какой символ куда ставился и зачем? На нагрудные украшения, дома, ритуальную посуду, священные фигурки, которые почитались с те времена, как в современном мире люди почитают религиозную атрибутику. Эти символы также размещались на определенных предметах в качестве информации, особым образом зафиксированные в знаках, в том числе и о тех событиях, которые должны совершиться в будущем или как залог их свершения. Впоследствии это трансформировало своеобразное предметное письмо, к примеру, на том же жезле вестников, на котором имелись соответствующие памятные знаки. Благодаря этому посланец одного народа или общности людей как бы подтверждал свои полномочия и возложенные на него особые поручения перед представителями другого народа или общности. Анастасия, да, жезлы вестников использовались в Древней Европе, Древнем Китае, у древних африканских австралийских народов. Но об этом знают разве что научные специалисты, занимающиеся этими вопросами, а большинству людей такие факты малоизвестны, но зато в современном обществе, хорошо распиаренные в литературе, доступные для масс, символический жезл Моисея, кадуцей Гермеса и так далее. Ригден. Исторические артефакты малоизвестны, потому что сами люди не интересуются этими вопросами. Анастасия, это так, и даже для тех, кто находит эти артефакты символами и знаками, заложенная в них информация не совсем понятна, поэтому ее описывают в лучшем случае как орнамент на ритуальных предметах, как знаки, похожие на ту или иную священную символику у других народов. Ригден. Чаще всего подобные символы изображались на камне или предметах, как передача духовного опыта потомкам. Для тех, кто шел по духовному пути, эти записи знаний были духовно значимыми. Анастасия. То есть для тех людей, проживавших тысячи лет назад, духовные знания были гораздо важнее и более значимы, чем для современного человека с потребительским форматом мышления, например, карта с точным указанием месторасположения несметных сокровищ или их денежные накопления в банке. Ригден. Совершенно верно. Еще с десяток тысяч лет назад духовные знания больше ценили, чем ныне. Как говорили на Востоке, настоящее сокровище — это знание, которое повсюду сопровождает того, кто им обладает. Анастасия. Да, что может быть важнее в жизни человека, чем духовное развитие. Это основная цель и смысл жизни. История человечества, зафиксированная в знаках и символах, свидетельствует о важности этого вопроса даже в столь далекие времена, вне зависимости от тех условий, в которых проживали люди. Для них духовное развитие было главным, а материальная жизнь — второстепенным. А сейчас новые поколения, хотя и живут в более комфортных условиях по сравнению с древними людьми, но все чаще выбирают главенство материальных ценностей, прожигают впустую свою жизнь, руководствуясь потребительскими приоритетами общества. Ригден. К сожалению, это так. Кстати, у древних людей такие надписи расценивались как передача самой важной информации следующему поколению. Ибо все в этой жизни бренно, кроме духовного. В древности люди лучше понимали, что жизнь в этом мире слишком скоротечна, очень быстро заканчивается вследствие различных причин, в том числе и природных катаклизмов. И чтобы не утратились знания, их оставляли на вечном камне. Безусловно, все вышесказанное относится к сакральным, священным, ритуальным надписям, поскольку кроме них у древних людей существовали, как и в современном обществе, бытовые, календарные, родовые, исторические и другие записи. Некоторые сакральные рабочие знаки, те, которые способны при их активации влиять на физику невидимого мира, также могли быть использованы в качестве символического обозначения духовного человека, который практиковал эти знания, имел опыт и мог поделиться ими с другими людьми. Раньше действительно все было просто и понятно. Те же знаки, символы наносились никем попало и уж тем более не для украшения себя любимого, как это делается сейчас, как правило, без понимания сути. В древности это делали знающие люди, достигшие определенного уровня духовного развития. Это сейчас люди, как обезьянки, цепляют на себя украшения с различными символами и знаками, даже не понимая, что они в реальности означают и как влияют на подсознание. Главное для них, что это круто, дорого и сосед смотрит с завистью. Это сейчас многие безответственные политики и государственные чиновники ставят на флагах, гербах городов и стран те символы, которые зачастую им подсовывают вольные каменщики. Они даже не задумываются, почему для вольных каменщиков так важно поставить свой знак или символ в этом регионе. Чиновники не понимают, какая разница между теми или иными знаками и какую беду творят этим безобидным поступкам, обрекая свой народ, в том числе свои семьи, на дополнительные страдания. Для таких людей система, подчиненная материальному разуму, определила конкретные приоритеты, деньги и участок проводника ее власти, чтобы человек не задумывался о большем. Это сейчас руководители различных религий, подражая традициям прошлого, облачаются в праздничные одежды, украшая себя драгоценными металлами, камнями, атрибутикой, на которых запечатлены различные символы. Большинство из них располагают скудными сведениями о значении этих узоров и знаков, ограничиваясь только узкими рамками концепции своей религии, даже не интересуясь о более древнем использовании этих символов в духовной культуре различных народов мира и их истинном предназначении. В общем, это сейчас богатое внешнее и пустое внутреннее. А раньше, всего каких-то 8-12 тысяч лет назад, было все по-другому, со смыслом. Скромное, но говорящее о многом внешнее, знак, символ, и богатое духовное внутреннее. Вообще надо отметить, что для людей, которые жили в те времена, знания-символики были настолько важными и естественными для их общества, что они не могли даже представить, что такие ценные сведения можно забыть или утратить. Анастасия, вы как-то упоминали, что уже гораздо позже, когда общество стало склоняться в сторону материального мышления, простое начали заменять сложным. Знаки и символы стали усложнять дополнительным толкованием, причем от ума. Ригден. Это действительно так. Когда вследствие каких-либо причин, природных стихий, эпидемий и так далее, прерывалась передача духовных знаний или происходила их модернизация от человеческого ума среди народов, то последующие поколения их уже не понимали. Люди трактовали эту информацию от своего ума, в прямом смысле с позиции имеющегося у них бытового опыта. Это еще один момент, который способствовал последующему искажению и ошибочному толкованию знаков. Продолжение следует...